Всем привет! Привет! Сегодня 6 апреля и мы для вас поднакопили несколько новостей. Сейчас Андрей расскажет, что же нового произошло за последние два дня. Сегодня все новости касаются только Таиланда. Потому что в России сейчас обед. До обеда ни Росавиация, никто ничего не выпустил, никаких новостей. Ну, видимо, работают люди в позе лица, не могут пока показать то, что они наработали. По Таиланду сегодня отличные новости. У нас в два раза меньше заболевших, чем вчера. Ну, то есть 51 человек. Ну, для сравнения, к сожалению, в России сегодня более 900 человек. Скомендантский час работает, судя по всему? У нас работает, в России нет. Вчера было 102, сегодня 51. Отличный результат. По Самуи главная новость дня – это закрытие всего сообщения с островом. Которое оказалось, к счастью, немножко преувеличенным. То есть, закрытия нет, есть проверка, справки и все такое. С острова можно уехать, можно на него приехать. Но надо предъявить справку. Хорошее правило. Мы защищены. Ну, да, нам-то не надо никуда ехать, поэтому мы защищены. Например, министр Таиланда сказал, что не надо распространять слухи о введении 24-часового комендантского часа. К нему нет никаких предпосылок. Но, конечно же, правительство готовится и к такому шагу. Поэтому все слухи идут от тех, кто прорабатывает, так или иначе, до 24-часовой комендантский час. Позавчера я заполнила на госуслуги анкету на возмещение материальной помощи. Там были жуткие галочки из серии, если мы вам позвоним, вы обязательно выйдите с острова прямо завтра, ну или с местонахождения. Но в итоге, пока что-то никто не звонил, в данные карточки ввела, сижу ж думан небесный. Аминь. Завтра открывается иммиграционная служба. Очереди там, наверное, будут огромными. Иммигрейшн Таиланда обратились к премьер-министру Таиланда и уточнили свое намерение и просьбу об облегченном продлении виз. Иностранцы разделены на три категории. Резидентские визы, туристические визы и визы женатиков и рабочих. Сколько упрощена процедура получения продления для бизнес-виз? Никак. Уточнили, конечно, но, к сожалению, все равно для рабочих виз, которые выдаются у нас на Самуи и Пукете, это никак не помогло. Ну и снова нет никакой конкретики, потому что конкретика появится или завтра, когда премьер-министр воспользуется своим чрезвычайным положением, или через неделю. Так что будем ждать и надеяться, что государство тайское заботится об иностранных граждан, о нас лучше, чем раньше. И чем наше государство заботится о нас. Хороших новостей. Пока-пока. Пока-пока.